Кому назначается выплата в 42 500? Известно, что правительство предоставляет эту выплату тем гражданам, которые потеряли свои доходы в период карантина. Однако у населения много вопросов относительно процесса получения выплаты. На брифинге региональной службы коммуникации были даны подробные ответы на часто задаваемые вопросы. Социальная выплата предоставляется индивидуальным предпринимателям, чья деятельность была временно приостановлена работникам, потерявшим свой доход, и работающим по найму людям. Информация о предпринимателях уточняется местным оперативным штабом и утверждается список. На работников, находящихся в неоплачиваемом отпуске, заявление подается работодателям. Если же вы потеряли работу во время карантина, необходимо обратиться в центр занятости. Там вам предложат имеющиеся вакансии. Если же их не найдется, нужно в течение трех дней зарегистрироваться в качестве безработного в базе. Тогда вам будет положено пособие по безработице из Фонда государственного страхования. Пособие выплачивается сроком на 6 месяцев. Это 40% от годового дохода. И третья категория, которая может получить 42 500 тенге, это граждане, работавшие по гражданскому договору. Эти граждане самостоятельно подают заявку. Для них есть одно условие. Взнос в пенсионный фонд должен быть сделан за последние 6 месяцев 2020 года. К наиболее частым вопросам относятся, положена ли социальная выплата студентам и родителям, находящимся в отпуске по уходу за детьми. Таких категорий в списке нет. Тем не менее, если студенты работали по найму, то могут претендовать на финансовую поддержку, как потерявшие доход. Что касается женщин, находящихся дома по уходу за ребенком, то 42 500 тенге не выплачивается, если ребенку меньше одного года, так как на ребенку уже выплачивается пособие. Если же ребенок старше, а мать вышла на работу и потеряла доход из-за карантина, то оплата будет произведена. Работодатели должны направлять свои заявки на портал egov.kyz или yingbek.kyz. Для этого нужно добавить идентификационный номер компании в столбце. Информация должна отобразиться в базе данных. Далее нужно заполнить ИИН сотрудника. Пока поступило у нас заявок на вчерашний день порядка 11 тысяч заявлений от работодателей, на количество работников порядка 15 тысяч. Они сейчас находятся в стадии обработки. Выплаты по срокам назначаются своевременно, то есть в течение пяти дней, как предусмотрено приказом. Основная масса тех, кто обратились, они уже эти выплаты получили. С 17 июля в стране было получено более 1 миллиона заявлений на получение социальной выплаты. По данным министерства, большинство из них были одобрены.